Мне бы хотелось поблагодарить вас за то, что вы пригласили нас сюда, к вам домой, в этот чудесный день. Вы здесь называете это бабьим летом. Мы будем записывать наше интервью, а оно выйдет в эфир в воскресенье. А на следующий день вы выступите в ООН с речью, которую сильно ждут. Вы будете выступать в ООН впервые за много лет. Что вы скажете в ООН Америке, всему миру? Поскольку наше интервью выйдет перед моим выступлением, то, мне кажется, было бы нецелесообразно подробно излагать все, что я собираюсь сказать. Но в общих чертах, конечно, я вспомню и об истории ООН. Я уже сейчас могу сказать о том, что решение о создании ООН было принято как раз в нашей стране на Ялтинской конференции. В Советском Союзе было принято это решение. Россия, Советский Союз и Россия, как и правоприемница Советского Союза, является страной-учредительницей ООН и постоянным членом Совета Безопасности. Конечно, нужно будет сказать о дне сегодняшнем, о том, как складывается международная жизнь сегодня, о том, что ООН остается единственной универсальной международной организацией, которая призвана поддерживать мир во всем мире. И в этом смысле у нее нет никакой альтернативы сегодня. Ясно также, что она должна приспосабливаться к изменяющемуся миру, и мы все постоянно дискутируем на этот счет, как она должна меняться, какими темпами, что качественно должно измениться. Но, разумеется, придется сказать, даже не то, что придется, а нужно будет воспользоваться этой трибуной международной для того, чтобы дать российское видение сегодняшним международным отношениям и будущему этой организации и мирового сообщества. Мы ожидаем, что вы будете говорить об угрозе исламского государства и о вашем присутствии в Сирии. Ведь ваше присутствие там связано с этим. Какова ваша цель присутствия в Сирии? И как это относится к борьбе с ИГИЛ? Я думаю, просто не сомневаюсь, что о необходимости борьбы с терроризмом будут говорить практически все, выступающие с трибуны Организации Объединенных Наций. И мне тоже не уйти от этой темы. Это естественно, потому что это серьезная общая угроза для всех нас. Это вызов для всех нас. Сегодня терроризм представляет из себя угрозу для очень многих государств мира. От его деяний преступных страдает большое количество людей, сотни тысяч, миллионы людей. И перед всеми нами стоит задача объединить усилия в борьбе с этим общим злом. Что касается нашего, как вы сказали, присутствия в Сирии, то оно выражается на сегодняшний день в поставках оружия сирийскому правительству, в обучении персонала, в оказании гуманитарной помощи сирийскому народу. Мы исходим из устава Организации Объединенных Наций, то есть из основополагающих принципов современного международного права, согласно которым помощь та или иная, в том числе и военная помощь, может и должна оказываться исключительно легитимным правительством тех или иных стран с их согласия или по их просьбе, либо по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В данном случае мы имеем дело с просьбой сирийского правительства об оказании военно-технической помощи, что мы и делаем в рамках абсолютно легальных международных контрактов. Госсекретарь Джон Керри сказал, что он приветствует вашу поддержку в борьбе с ИГИЛ. Другие считают, что это боевые самолеты и системы ПЗРК, которые используют против обычной армии, а не против экстремистов. Там есть только одна обычная легитимная армия. Это армия президента Сирии Асада. И ему противостоит по интерпретации некоторых наших международных партнеров оппозиция. Но на самом деле в жизни реально армия Асада борется с террористическими организациями. Вы же лучше меня знаете о слушаниях, которые только что прошли в Сенате, если я не ошибаюсь, Соединенных Штатов, где военные, представители Пентагона отчитывались перед сенаторами о том, что сделано Соединенными Штатами для подготовки боевой части оппозиционных сил. Ставилась цель сначала подготовить 5-6 тысяч бойцов, потом 12 тысяч. В результате выяснилось, что подготовлено всего 60. С оружием в руках борются только 4 или 5 человек. А все остальные просто перебежали. С американским оружием перебежали в ИГИЛ. Это во-первых. Во-вторых, на мой взгляд, оказание военной поддержки нелегитимным структурам не отвечает принципам современного международного права и устава Организации Объединенных Наций. Мы поддерживаем исключительно легальные правительственные структуры. И в этой связи мы предлагаем сотрудничество и странам региона. Мы пытаемся создать некую координационную структуру. Я лично проинформировал об этом и президента Турции, короля Иордании, Саудовскую Аравию. Мы проинформировали об этом и Соединенные Штаты Америки, и господин Керри, о котором вы упомянули, имел обстоятельную беседу на этот счет с нашим министром страны, господин Лавровым. Но и военные наши ВКонтакте между собой обсуждают эту тему. Мы будем рады, если мы найдем общую платформу для совместных действий против террористов. Вы готовы присоединиться к США в борьбе против ИГИЛ, и поэтому вы находитесь в Сирии? Другие считают, что ваши цели отчасти заключаются в том, чтобы сохранить администрацию Асада, ведь сейчас он теряет свои позиции, и для его правительства война идет не очень хорошо. Является ли сохранение Башара Асада у власти целью присутствия России в Сирии? Правильно, так и есть. Мы оказываем, я уже это сказал дважды в ходе нашей беседы, могу повторить в третий раз, мы оказываем поддержку легитимным властям Сирии. Более того, по моему глубокому убеждению, действуя в другом направлении, в направлении разрушения легитимных структур власти, мы можем создать ситуацию, которую сегодня наблюдаем в других странах региона, либо в других регионах мира. Например, в Ливии, где полностью дезинтегрированы все государственные институты. Мы наблюдаем похожую ситуацию, и, к сожалению, и в Ираке. И нет никакого другого способа решения сирийской проблемы, как укрепление действующих легальных государственных структур, оказания им помощи в борьбе с терроризмом, но, конечно, побуждение их в то же самое время к позитивному диалогу со здоровой частью оппозиции и к проведению политических преобразований. Как вы знаете, некоторые из партнеров по коалиции хотят, чтобы сначала Асад отказался от власти, и лишь после этого они будут готовы поддерживать правительство. Я бы хотел им посоветовать или рекомендовать. Это пожелание направить к сирийскому народу, а не самому Асаду. Только сирийский народ внутри страны вправе решать, кто и как, и по каким принципам должен управлять их страной. Советы подобного рода со стороны, я считаю, абсолютно неуместными, вредными и противоречащими международному праву. Мы уже говорили об этом ранее. Как вы думаете, президент Асад, которого вы поддерживаете, а вы поддерживаете то, что он делает в Сирии, и то, что происходит с теми сирийцами, с теми миллионами беженцев, с сотнями тысяч людей, которые погибли, и многие из них были убиты его людьми? А как вы считаете, правильно ли поступают те, кто поддерживает вооруженную оппозицию, и главным образом террористические организации, только для того, чтобы свернуть Асада? Не заботясь о том, что будет со страной после полного уничтожения государственных институтов в этой стране. Мы уже проходили это, я уже упоминал Ливию. Вот только что, совсем недавно это было, Соединенные Штаты активно помогали разрушать эти государственные институты. Хорошие они были или плохие, это другое дело. Но они разрушены, после этого Соединенные Штаты понесли тяжелые утраты, в том числе и гибель своего посла. Понимаете, к чему это приводит? Поэтому мы помогаем именно государственным, легальным структурам. Но, и я хочу это подчеркнуть еще раз, в надежде на то, что в Сирии будут проводиться необходимые для сирийского народа политические преобразования. Вот вы все время уже неоднократно с настойчивостью, которая достойна лучшего применения, говорите о том, что сирийская армия борется со своим народом. Но вы посмотрите, кто контролирует 60% территории Сирии. Где эта цивилизованная оппозиция? 60% территории Сирии контролирует либо ИГИЛ, либо другие Джахпат Ан-Нусра и прочие террористические организации. Организации, которые признаны таковыми в качестве террористических и Соединенными Штатами, и другими государствами, и ООН. Они, а не кто-либо другой контролирует почти 60% сирийской территории. То есть, то, что вас беспокоит, это то, что может произойти после ухода Асада. Вы говорите об анархии, вы видите угрозу ИГИЛ. Да. Как вы думаете, это какая-то особенная, уникальная террористическая организация? Она превратилась в уникальную, потому что она становится глобальной. Ведь они ставят перед собой цель создать халифат от Португалии до Пакистана. Они уже претендуют на исламские святыни, на Мекку и Медину. Их деятельность, активность простирается уже далеко за границей тех территорий, которые они сегодня контролируют. Что же касается беженцев, страны происхождения беженцев, это не только Сирия, а из Лирии кто бежит? А кто бежит из стран Центральной Африки, где тоже исламисты сегодня хозяйничают? А кто бежит из Уганистана? Что, из Ирака? Что, разве беженцы бегут только из Сирии? А почему вы решили, что из Сирии беженцы бегут только в результате тех действий, которые осуществляет Асад по защите своего государства? А почему вы не думаете, что беженцы бегут в том числе и от зверств террористов, в том числе и от зверств игиловцев, которые обезглавливают людей, сжигают их заживо, топят их заживо и так далее, уничтожают памятники мировой культуры. Люди бегут и от них, и прежде всего от них. Ну, конечно, от боевых действий, это понятно. Но их бы не было, этих боевых действий, если бы извне оружием и деньгами не подпитывались бы эти террористические формирования. У меня становится впечатление, что кто-то хочет использовать в том числе отдельные подразделения, либо ИГИЛ в целом, для того, чтобы снести Асада, а уже потом думать, как избавиться от ИГИЛ. Это сложная задача, и мне кажется, она практически неисполнима. Вы боитесь, что они, их террористы, придут в Россию? Опасаетесь ли вы, что если этого не остановить сейчас, они могут попасть в Россию через Европу, и даже в США? И вы должны поэтому вмешаться, поскольку никто больше не предпринимает необходимых шагов для того, чтобы противостоять ИГИЛ. Серьезных шагов в борьбе с этой угрозой действительно мало кто делает, мало кто предпринимает серьезные эффективные шаги. Об эффективности действий наших американских партнеров мы слышали в ходе отчета Пентагона в Сенате Соединенных Штатов на низкую эффективность, надо прямо сказать. Я здесь совершенно не собираюсь, знаете, иронизировать, кого-то там цеплять или показывать пальцем на кого-то. Мы сотрудничество предлагаем. Мы предлагаем объединить усилия. А боимся мы или не боимся, нам нечего бояться. Мы в своей стороне и контролируем ситуацию. Но мы прошли через очень тяжелый путь борьбы с терроризмом, с международным терроризмом на Северном Кавказе. Это первое. И второе. Нам достоверно известно, что на территории Сирии сегодня находятся боевики числом не менее двух тысяч, а может быть и более двух тысяч человек, выходцы из России и других республик бывшего Советского Союза. И, конечно, угроза их возвращения в Россию существует. И поэтому лучше помочь Ассаду покончить с ними там, чем ждать, пока они явятся сюда. Да, но вы говорите, что вы подключились, поскольку считали, что эта работа выполняется недостаточно хорошо. Вы слышали о том, что происходит в американском Сенате, слышали о результатах и решили, что Россия должна действовать? Мы и так действуем и действовали всегда по этому направлению. Мы и сотрудничали со многими странами и продолжаем сотрудничать, в том числе с Соединенными Штатами. Мы постоянно направляем нашим коллегам по партнерским каналам спецслужб нужную для американских специальных подразделений информацию для того, чтобы внести свой вклад в обеспечение безопасности в том числе и американских граждан и в Соединенных Штатах, и за пределами Соединенных Штатов. Но полагаю, что сегодня вот такого уровня координации недостаточно. Нужно плотнее работать друг с другом. В чем состоит предлагаемая вами стратегия, помимо того, чтобы просто поддерживать режим Башара Асада? Я уже об этом сказал. Мы должны помочь армии Асада, а кроме армии Асада сегодня с ИГИЛ на территории вообще никто не воюет. Вот я хочу, чтобы вы и ваши зрители, слушатели это наконец осознали. Никто, кроме армии Асада с ИГИЛ и другими террористическими организациями на территории Сирии не воюет. Никто на территории не воюет. И незначительные удары авиации, в том числе авиации Соединенных Штатов, не решают вопроса по существу. По сути, не решают. На территории должна работа идти после этих ударов. Это все должно быть строго скоординировано. Нужно понять, какие удары, куда наносить, и кто за этими ударами будет дальше двигаться на территории. В Сирии, кроме армии Асада, никакой другой силы не существует. Готовы ли вы направить российские войска в Сирию, если в рамках борьбы с ИГИЛ в этом возникнет необходимость? Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии или в других государствах. Во всяком случае, на сегодняшний день мы этого не планируем. Но мы думаем над тем, как интенсифицировать нашу работу и с президентом Асадом, и с нашими партнерами в других странах. Что это означает? Это означает, что мы в боевых действиях непосредственно наши военнослужащие принимать участие не будут. Не будут воевать. Мы будем поддерживать нашу армию. Вы имеете в виду авиаудары? Я имею в виду войну на боевые действия на территории. Пехоту. Моторизованные части. Что еще потребуется? Ведь, как вам известно, многие считают, что действия Башара Асада играют на руку ИГИЛ. Что ужасное отношение к сирийскому народу, против которого режим использует баррель-бомбы и предпринимает другие враждебные действия, является своего рода помощью ИГИЛ. Следовательно, если Башар Асад уйдет, то в стране наступит переходный период, который будет способствовать борьбе против ИГИЛ. ИГИЛ, Аль-Нусра выражаясь профессиональным языком спецслужб, могу сказать, что такая оценка это явное активное мероприятие врагов Асада. это антисирийская пропаганда. Ничего общего между Асадом и ИГИЛ не существует. Они воюют друг с другом. И повторяю еще раз, Асад и его армия единственная сила, которая реально воюет с ИГИЛ. Но ранее были сообщения о том, что вы готовитесь, а точнее уже начали снижать степень поддержки режима Асада. И в конечном счете вы хотели согласованного политического перехода. Мы считаем, что вопросы политического характера в любой стране, в том числе и в Сирии, должны решаться прежде всего сирийским народом. Но мы готовы оказать содействие и официальным властям Сирии, и здоровой части оппозиции в том, чтобы они нашли между собой какие-то точки соприкосновения и договорились о политическом будущем своей страны. Именно для этого мы организовали в Москве серию встреч представителей оппозиции и представителей правительства Асада. Мы приняли участие в Женевской конференции на этот счет. Мы и дальше готовы действовать в этом же направлении, подталкивая обе стороны, и официальные власти, и оппозиционные, к тому, чтобы они договаривались друг с другом, но мирными средствами. Вот то, что было написано сегодня в газете Washington Post. В условиях, вакуума американского лидерства президент России Владимир Путин отправляет войска и военную технику в Сирию, тремясь подтолкнуть мир к урегулированию сирийского кризиса посредством создания новой коалиции по борьбе с исламским государством, которая включала бы в себя сирийское правительство. Интересно, они говорят, что вы заполняете как бы вакуум американского лидерства? Так, пишет Washington Post. Мы не заполняем вакуум американского лидерства. Мы пытаемся предотвратить создание вакуума власти в Сирии вообще. Потому что, как только уничтожаются государственные структуры в том или ином государстве, в той или иной стране, вот тогда создается вакуум власти и в этот вакуум моментально направляются и он заполняется террористами. Так было и в Ливии, так было и в Ираке, так было в некоторых других странах, тоже в Сомали происходит, в Афганистане то же самое было. И ни о какой борьбе с американским лидерством для нас речи не идет. Ну, вакуум это вопрос. Кажется, что вас вызывает опасение один момент. Вы говорите о правительстве сильном и централизованном, представлении о котором существует сознание россиян, и вы очень сильно опасаетесь того, что сильного правительства в Сирии нет, как нет его и в некоторых других странах. Отсутствие сильной власти это ваш личный страх? Я не говорю о том, что там нет сильного правительства, я говорю о том, что если не будет никакого правительства, то будет анархия и вакуум, и этот вакуум и эта анархия быстро трансформируется в терроризм. Вот в Ираке там был известный персонаж Саддам Хусейн. Он был хорош или плох, ведь на каком-то этапе, вы, наверное, подзабыли, или как, но ведь Соединенные Штаты активно сотрудничали с Саддамом, когда он воевал с Ираном. Помогали ему оружием, дипломатической поддержкой осуществляли, политическое сопровождение и так далее. Потом почему-то рассорились с ним и решили его ликвидировать. Но ликвидируя Саддама Хусейна, ликвидировали и иракскую государственность. И тысячи людей из бывшей партии Баас, тысячи иракских военных, которые входили в сунницкую элиту государства, оказались выброшенными на улицу. О них никто не подумал. И сегодня они пополнили армию ИГИЛ. Вот мы против чего выступаем. Мы не против того, чтобы какая-то страна осуществляла какое-то где-то лидерство. Но мы против бездумных действий, которые приводят к таким негативным, трудно исправляемым ситуациям. Как вам известно, Москву недавно посетил представитель Ирана генерал Сулеймани. Какова будет его роль и роль курдских сил в Сирии? И что в этой связи необходимо делать? Я уже говорил, я считаю, что все страны региона должны объединить свои усилия в борьбе с общей угрозой, с терроризмом в целом и с ИГИЛ в частности. Это касается и Ирана, это касается Саудовской Аравии, несмотря на то, что отношения между двумя странами не самые лучшие, но угроза от ИГИЛ исходит для тех и для других. Это касается Иордании, это касается Турции, несмотря на то, что там существуют определенные проблемы по курдской проблематике. Но в урегулировании ситуации, на мой взгляд, заинтересованы все. Наша задача в том, чтобы объединить эти усилия для борьбы с общим врагом. Это очень широкая формулировка. Кроме всего прочего, это может означать новые усилия со стороны России для того, чтобы взять на себя лидирующую роль на Ближнем Востоке. И что это представляет собой вашу новую стратегию. Действительно ли это так? Нет. Мы уже упомянули, что заставляет нас и оказывать возрастающую поддержку правительству Асада и думать о перспективах ситуации в регионе. Я вам уже сказал, вы сами спросили, я ответил. Более двух тысяч боевиков находятся на территории Сирии, выходцев из бывшего Советского Союза. Есть угроза, что они к нам вернутся. Так чем ждать, пока они к нам вернутся? Лучше помочь Асаду бороться с ними там, на территории Сирии. Вот это самый главный побуждающий мотив, который подталкивает нас к тому, чтобы оказать Асаду содействие. Но и в целом мы, конечно, хотим, чтобы ситуация в регионе не сомализировалась, чтобы там не возникали все новые и новые Сомали, потому что это находится в непосредственной близости от наших границ. Мы хотим развивать отношения нормальные с этими странами. У нас традиционно вообще с Ближним Востоком традиционно, хочу подчеркнуть, всегда были очень добрые отношения. И мы рассчитываем, что так будет в будущем. Вы гордитесь России, и это значит, что вы хотите, чтобы Россия играла более значительную роль во всем мире. И это один из таких примеров. Это не является нашей самоцелью. Я горжусь Россией и уверен, подавляющее большинство граждан моей страны испытывает чувство любви и уважения к своей родине. Нам есть чем гордиться и российской культурой, и российской историей. У нас есть все основания верить в будущее нашей страны. Но у нас нет какого-то фетиша по поводу супердержавности России на мировой арене. Мы занимаемся только одним защитой своих коренных интересов. Но Россия одно из лидирующих государств, потому что у вас есть ядерное оружие, вы сила, с которой нужно считаться. Ну, надеюсь. Я надеюсь. Иначе зачем же мы имеем это оружие мы исходим из того, что и ядерное оружие, и другие виды вооружения это средства защиты нашего суверенитета и законных интересов, а не средства для агрессивного поведения или реализации каких-то несуществующих имперских амбиций. Когда вы приедете в Нью-Йорк, вы запросите встречу с президентом Обамы? Такие встречи, они планируются заранее у президента Обамы. Я знаю, в ходе таких мероприятий день распитан по секундам, не только по минутам. Огромное количество делегаций со всего мира. Вы думаете, у него не найдется минуты для президента России? Это его выбор. Мы всегда открыты для любых контактов и на самом высоком уровне, и на уровне министерств, ведомств, на уровне специальных служб, если нужно. Но если президент Обама найдет эти несколько минут, я буду рад, конечно, с ним встречусь. Если по каким-то причинам это не удастся сделать, с его стороны ничего страшного, у нас будет возможность поговорить и на двадцатке, и на других мероприятиях. Вы готовы увидеть президента. Вы скажете, у меня есть план для Сирии, давайте сотрудничать, давайте посмотрим, что мы можем сделать, давайте сотрудничать по Сирии, давайте посмотрим, что мы можем делать в других областях. Вы знаете, дело в том, что такие серьезные вопросы, точка окончательно может быть ставится на самом высоком уровне между президентами, но они готовятся в ходе предварительных консультаций и между министрами иностранных дел, военными ведомствами, специальными службами. Это большая работа. Если она готова к завершению, то тогда есть смысл встречаться, эту точку поставить. Если наши коллеги к завершающему этапу не подошли, мы можем с президентом Обамой встретиться, пожать друг друг в руки, поговорить по текущим вопросам. Мы и я со своей стороны лично всегда готов к этим контактам. Но мы говорим о лидерстве, и если вы будете там выступать, то вы, я думаю, хотите, чтобы президент Обама к этому прислушался. Я думаю, если вы позвоните ему, и вы так уже делали после нашего обсуждения этого вопроса в Петербурге, вы позвонили тогда президенту и сказали, давайте обязательно встретимся и обсудим важные вопросы, потому что мы вдвоем будем делать что-то лучшее, чем по отдельности. Да, и я так делал, я звонил президенту Обаме, и президент Обама мне звонил по разным вопросам. Это входит в обычную практику нашего взаимодействия. Здесь нет ничего необычного, ничего экстраординарного. Я повторю еще раз, любые личные встречи, они, как правило, готовятся нашими сотрудниками. Я вам в третий раз говорил, мы готовы, но это не от нас зависит. Американская страна хочет встреч, мы будем встречаться. Вам не нужно готовиться совсем, потому что вы каждый день занимаетесь этими вопросами. Какая вам нужна подготовка для того, чтобы встретиться с Обамой? И ему это не нужно. Думаю, то, о чем вы говорите, это какие-то дипломатические любезности. Сколько лет вы работаете журналистом? Больше, чем я хочу вспоминать, честно говоря. И мне трудно давать вам советы, к чему вы готовы, к чему вы не готовы. Почему вы считаете, что вы можете давать мне советы, к чему я готов или не готов, когда я уже не первый срок работаю президентом? Но самое главное не в этом. Самое главное, что Россия, и президенты России, и правительство, и все мои коллеги, мы готовы к этим контактам на самом высоком уровне, на правительственном, на уровне министерств, ведомств, настолько готовы идти далеко, насколько готовы наши американские партнеры. Кстати говоря, площадка ООН, она для этого и создавалась, для того, чтобы искать компромиссы, для того, чтобы общаться друг с другом. Поэтому, ну, конечно, если мы воспользуемся этой площадкой, это будет хорошо. Позвольте спросить, что вы думаете о президенте Обаме? Как вы оцениваете его? Я не считаю себя вправе давать оценки президенту Соединенных Штатов. Это дело американского народа. У нас с президентом Обамой хорошие личные отношения, достаточно откровенные и деловые. Этого вполне достаточно для того, чтобы исполнять наши функции. Как вы думаете, его деятельность в международных отношениях отражает слабость? Почему же? Совсем так я не считаю. Я понимаете, дело в том, что в любой стране, в том числе и в Соединенных Штатах, в Соединенных Штатах может быть даже чаще, чем в какой-то другой стране, внешнеполитические факторы используются для внутриполитической борьбы. И в Соединенных Штатах скоро уже предвыборная кампания. Всегда разыгрывается либо российская карта, либо еще какая-то. Политические противники всякие обвинения выдвигают против действующего главы государства. А здесь много всяких линий атаки, в том числе обвинения в некомпетентности, в слабости, еще в чем-то. Я так не считаю и ввязываться в внутриполитические американские дрязги не собираюсь. Позвольте задать вам такой вопрос. Как вы думаете, он к вам прислушивается? Мне кажется, что мы все друг другу отчасти прислушиваемся именно в той части, которая не противоречит нашим собственным представлениям о том, что мы должны делать, а чего не должны. Но, во всяком случае, у нас существует диалог, мы слышим друг друга. Вы слышите друг друга. Вы говорите, что Россия не сверхдержава. Как вы думаете, он считает Россию равной? Как вы думаете, считает ли он вас равным? И это то, как вы хотите, чтобы к вам относились? Так вы его спросите. Он же ваш президент. Как я могу знать о том, что он думает? У нас ровные и межличностные отношения, человеческие очень ровные, уважительные во всяком случае друг к другу. И деловые контакты вполне на хорошем рабочем уровне. А что думает президент Соединенных Штатов, президент Франции, канцлер ФРГ, премьер Японии, или председатель Госсовета КНР, или председатель КНР? Откуда я знаю? Мы смотрим не потому, что нам кажется, а потому, что люди делают. конечно, я с вами полностью согласен. Вам нравится представлять Россию. Вы любите свою работу. И я знаю, что вы работали во внешней разведке. И я понимаю, что это ваша работа читать людей. Была моя работа. Сегодня у меня другая работа, уже довольно давно. Кто-то в России мне сказал, что бывших сотрудников КГБ не бывает. Вы знаете, вот бесследно не проходит ни один этап нашей жизни. Чем бы мы не занимались, чего бы мы не делали, всегда вот эти знания, этот опыт, они всегда остаются с нами. И мы несем их с собой дальше, как-то используем. Ну, в этом смысле, да. Однажды один из сотрудников ЦРУ сказал мне, что вы обладаете важными навыками, и вы можете очаровывать людей, и у вас это хорошо получается. Вы их своего рода соблазняете. Но если вам сказали из ЦРУ, то так, наверное, оно и есть. Они специалисты плохие. вы знаете. Ну, вы это знаете, я уверен. Давайте мысли вслух, потому что это важно. Как Соединенные Штаты и Россия могут сотрудничать для того, чтобы мир был лучше? Подумайте об этом. Мы все время над этим думаем. Вот над одним направлением нашего взаимодействия, которое является чрезвычайно важным сегодня для многих людей, для миллионов людей на планете, это общее объединение усилий и общая борьба с терроризмом, с другими проявлениями подобного рода, борьба с наркотиками, борьба с распространением оружия массового уничтожения, борьба с голодом, борьба за экологию, борьба за сохранение разнообразия мира, борьба за то, чтобы мир более был прогнозируемым, более стабильным, и в конце концов Россия стабильным где? Во всех регионах мира. То, что вы сказали, сами упомянули о том, что Россия и Соединенные Штаты крупнейшие ядерные державы, это накладывает на нас дополнительную особую ответственность. Кстати говоря, мы в отдельных направлениях, на отдельных направлениях мы с ней справляемся и вместе работаем, в частности, по иранской ядерной программе. Мы же работали вместе и в целом добились положительного результата. А как же это сработало? Президент Обама неоднократно благодарил вас за помощь, которую вы оказали в достижении этого окончательного соглашения? Что сделали вы и ваши дипломаты? Что сделал ваш министр иностранных дел Лавров, чтобы достичь этого? Дело в том, что, как это не покажется кому-то странным, интересы Соединенных Штатов и Российской Федерации иногда все-таки совпадают. И в данном случае, когда я вам говорил о том, что на нас лежит особая ответственность за нераспространение оружия массового уничтожения, наши интересы точно здесь совпадают. Именно поэтому мы совместно с Соединенными Штатами последовательно и напряженно работали над разрешением этой проблемы. Но Россия руководствовалась не только этими соображениями, а еще и тем, что Иран наш сосед, наш традиционный партнер, и мы очень хотели, чтобы ситуация вокруг этой страны была нормализована. Мы исходим из того, что после нормализации и решения этой проблемы ситуация с безопасностью в регионе Ближнего Востока должна укрепиться. И в этом смысле наши оценки того, что произошло по иранской ядерной проблеме практически полностью совпадают с американскими партнерами. Следующим президентом США, вероятно, станет республиканец. Как вы знаете, все члены республиканской партии выступают против соглашения по Ирану. Что бы вы им сказали? Я только что сказал. Если нужно повторить, готов повторить еще раз. Считаю, что достигнутая договоренность отвечает интересам международной безопасности, укрепляет ситуацию в регионе, ставит определенные серьезные преграды на пути распространения ядерного оружия, поскольку ситуация берется под полный и всесторонний контроль МАГАТЭ, и нормализует ситуацию на Ближнем Востоке в целом, потому что позволяет строить нормальные деловые, коммерческие, партнерские и политические отношения со всеми странами региона. Вашему рейтингу популярности в России я думаю позавидует любой другой политик в мире. Что делает вас настолько популярным? Есть нечто, что объединяет меня и других граждан России. У нас есть нечто общее, что нас объединяет. Любовь к родине. Во время празднования 70-летней годовщины окончания Второй мировой войны, когда все вспоминали о жертвах, которые понесла Россия, нас всех очень сильно тронула картина. Вы стояли со слезами на глазах, держа в руках фотографию вашего отца. Да, моя семья понесла серьезные потери, мои родственники в целом, в ходе Второй мировой войны. Это правда. в семье отца у них было пять братьев у него было, четверо погибли, по-моему. Со стороны мамы тоже примерно такая же картина. Россия вообще пострадала сильно. И конечно мы не можем этого забыть. И не должны забывать. Не для того, чтобы кого-то обвинять, а для того, чтобы ничего подобного в будущем не повторилось. Мы должны помнить об этом. Мы, кстати говоря, с большим уважением относимся к ветеранам, в том числе к американским ветеранам. Они были на параде победы у нас 9 мая этого года. Мы помним и о жертвах, которые принесли другие страны коалиции, Великобритания, Китай. Мы помним об этом. И считаю, что это наша общая позитивная память, наша совместная борьба с нацизмом все-таки будет хорошей платформой для того, чтобы преодолевать те проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Это то, что вы хотели бы укрепить? Партнерство с Америкой, направленное против общих врагов? Ну, не против общих врагов, а в интересах друг друга. Несмотря на то, что, как вам известно, вы очень популярны, многие в России вас критикуют. Насколько вам известно, они говорят, что Россия скорее автократична, чем демократична. Политические журналисты находятся в российских тюрьмах, их убивают. Они утверждают, что ваша власть безраздельна, а также, что власть, и тем более абсолютная власть, развращает абсолютно. Что бы вы сказали этим людям обеспокоенным политическим климатом в России? Не может быть никакой демократии без соблюдения закона. И все должны его соблюдать. Вот это самое главное и основное, о чем мы все должны помнить, о чем никто не должен забывать. Что касается вот этих трагических вещей, как гибель людей, в том числе журналистов, к сожалению, это происходит во всех странах мира. Но если это происходит у нас, мы делаем все для того, чтобы виновники были найдены, изобличены и наказаны. Мы так будем действовать по всем направлениям. Но самое главное, что мы будем и дальше работать над совершенствованием нашей политической системы. С тем, чтобы люди чувствовали, что рядовой человек чувствовал, что он влияет на жизнь государства и общества, что он влияет на власть. И чтобы власть чувствовала ответственность перед теми людьми, которые доверяют представителям власти в ходе избирательных кампаний. Как вам хорошо известно, если вы, как лидер этой страны, будете настаивать на верховенстве закона и справедливости, тогда можно добиться многого в плане искоренения такого негативного восприятия? Можно многое, но не у всех и не все сразу получается. Вот в Соединенных Штатах сколько демократический процесс развивается? Ну, с самого начала создания Соединенных Штатов. Ну, а что, сейчас вы считаете, что все решено с точки зрения демократии? Если бы все было решено, то не было бы проблемы Фергюсона, правда? Не было бы других проблем подобного рода. Не было бы произвола полиции. Наша задача заключается в том, чтобы видеть все эти проблемы и вовремя и должным образом на это реагировать. То же самое касается России. У нас тоже много проблем. Таким образом, людей, которые убили Бориса Немцова, будут в полной мере преследовать по закону. Я сразу об этом сказал, что это позорная страница в нашей современной истории. И преступники должны быть найдены и изобличены. Значит, наказаны. Может быть, это не сразу делается, но у нас есть и другие примеры преступления подобного рода. И в конечном итоге, несмотря на то, что расследование длится достаточно долго, но оно приходит к своему логическому завершению. Вы знаете, что я восхищаюсь Россией. Российской культурой, литературой, музыкой. Это огромная страна, большая страна. И многие люди, включая Сталина, говорили, что Россия необходим сильный авторитарный лидер. Россия, говорил Сталин, нужна такая фигура. Был ли Сталин прав? Нет. Я не помню, где он это говорил, поэтому не могу подтвердить вот эти цитаты. Россия, так же, как и любой другой стране, нужны не диктаторы, а нужны справедливые принципы организации государства и общества. справедливые, эффективные и гибко реагирующие на изменения мира внутри страны и вовне. Вот что нужно России. Но в России существует традиция сильного руководства. Вы знаете, значит, вот смотрите, во большинстве европейских стран парламентская демократия, в Японии парламентская демократия, во многих странах парламентская демократия, но почему-то в Соединенных Штатах. Государство устроено по-другому. Там достаточно жесткая президентская республика. У каждой страны есть свои особенности, свои традиции, которые отражаются в сегодняшнем дне и будут отражаться в будущем. Есть такие традиции в России. Но речь идет не о сильном человеке, хотя сильный человек нужен во власти. Вопрос только в том, что понимать под понятием сильный человек. Если человек с диктаторскими наклонностями, это одно. А если это просто справедливый руководитель, который действует в рамках своих полномочий, в рамках закона и в интересах подавляющего большинства общества, действует последовательно и принципиально, то это совершенно другое. Я считаю, что Россия в таких людях второго класса нуждается гораздо больше, чем просто в людях с диктаторскими замашками. Как вам известно, некоторые называют вас царем. Ну и что? Меня по-разному называют. У нас, знаете, как говорят... Это титул вам за 5 стоят? У нас, у нас, нет, у нас, знаете, как говорят, хоть горшком называйте, только в печку не ставьте. Важно не то, как тебя называют со стороны доброжелатели, друзья или твои политические противники. Важно то, что ты сам думаешь о том, что ты обязан делать в интересах страны, которая тебе доверила такое место, такой пост, как глава российского государства. Люди в России вас боятся? Думаю, что нет. Я исхожу из того, что большинство людей мне доверяет, если голосуют за меня на выборах, а это самое главное. Вот это накладывает огромную ответственность, колоссальную. И я благодарен людям за это доверие, но, конечно, чувствую огромную ответственность за то, что я делаю и за результаты своей работой. Насколько вам известно, в США о вас очень много говорят. Нечем больше заниматься? Может быть, они просто любопытные люди. Может быть, вы интересный человек. Может, в этом все дело. Но они видят вас, прежде всего, как очень сильного лидера. Они знают, что вы работали в КГБ, затем строили их свою политическую карьеру в Санкт-Петербурге, став заместителем мэра, и далее переехали в Москву. Примечательно, что они видят вас на фотографиях с голым торсом, скачущим на лошади. Они говорят, это человек, который создает свой образ сильного мужчины. Я уверен, что человек, который находится на моем месте, все-таки должен давать положительный пример к людям. И в тех областях, где он может делать это, он делать это обязан. У нас в 90-е годы, в начале 2000-х очень серьезная была ситуация в социальной сфере. У нас разрушена была система социальной защиты. Очень много проблем возникло, с которыми мы до сих пор не можем эффективно справиться, до конца справиться в области здравоохранения, развития спорта. И я полагаю, что здоровый образ жизни это чрезвычайно важная вещь, которая лежит в основе решения очень многих важных проблем, в том числе и здоровья нации. Невозможно с помощью таблеток решить проблемы здоровья миллионов людей. Нужно, чтобы у людей была навык, была пристрастие, была мода на здоровый образ жизни, на занятия физкультурой, спортом. Поэтому я считаю, что правильно, когда не только я, но и другие мои коллеги, председатели правительства, министры, депутаты Государственной Думы, когда они, вот как сегодня, допустим, принимают участие в марафонском забеге на двух дистанциях, когда они посещают футбольные матчи, когда сами принимают участие в спортивных соревнованиях. И вот отсюда, в том числе, не только, но в том числе, зарождается интерес и любовь миллионов людей к занятиям физической культуры и спорта. Я считаю, что это чрезвычайно важная вещь. Могу ли я предположить, что вам нравится этот образ сильного человека с голым торсом, скачущего верхом на лошади? Вы хотите, чтобы именно таким лидером вас видели люди в России и во всем мире? Я хочу, чтобы все знали, Россия в целом и руководство России это нечто эффективное и должным образом функционирующее, что это все вместе и сама страна, институты страны, руководители страны, люди здоровые, дееспособные и готовые к сотрудничеству с нашими партнерами, где бы то ни было, и в области спорта, и в области политики, и в области взаимоотношений по борьбе с современными угрозами. Я думаю, что здесь кроме позитива ничего нет. Уместно предположить, что вы верите в идею сильного лидера, поскольку вы верите в идею сильного центрального правительства. Его уже рассказали, что происходит в отсутствии сильного руководства. Интересует ли вас Америка в большей степени, чем любое другое государство, с которым вы взаимодействуете? Я задаю этот вопрос, поскольку, как я уже сказал, вы интересны США, а вам интересна Америка? Наблюдаете ли вы за политическими дебатами республиканской партии? Наблюдать так, чтобы совсем уже в ежедневном режиме нет, но, конечно, нам интересно, что происходит в Соединенных Штатах, крупнейшая мировая держава, экономический военный лидер сегодня, это очевидный факт, поэтому Америка оказывает огромное влияние на ситуацию в мире в целом, конечно, нам не безинтересно, что там происходит, мы внимательно за этим наблюдаем, так, чтобы в ежедневном режиме следить за перипетиями внутриполитической американской жизни, то, скорее, нет, чем если бы вы посмотрели эти дебаты, то узнали бы, что говорит Дональд Трамп, этот известный человек высказывает желание встретиться с вами, считая, что вы поладите. Да, я слышал, мы будем рады любым контактам с будущим президентом Северных Штатов, кто бы это ни был, любой человек, который получит доверие американского народа, может рассчитывать на то, что мы будем с ним работать. Марко Рубио, один из кандидатов на пост президента США от республиканской партии, говорит о вас не самые лестные вещи. Например, в ходе политических дебатов он назвал вас гангстером, что выглядит как нападки на Россию в целом. Как я могу быть гангстером, когда я работал в КГБ? Но это не соответствует совершенно действительности. Что вам больше всего нравится в Америке? Творческий подход к решению стоящих перед Америкой проблем. Открытость и раскрепощенность. Это дает возможность раскрыть внутренний потенциал людей. Я думаю, что в значительной степени благодаря этому Америка добилась таких потрясающих успехов в своем развитии. Россия запустила спутник первой до того, как это сделали США. У вас великолепные астрофизики. У вас есть выдающиеся достижения в области медицины, науки, физики. Надеетесь ли вы, что благодаря вам Россия сможет восстановить свое лидерство во всем мире, вдохновить ее на инновации, о которых вы сейчас говорили в отношении Америки? И как вы это можете сделать? Нам нужно не утратить то, что было создано за предыдущие десятилетия, и создать те самые условия, о которых я говорил, для полного раскрытия потенциала наших граждан. У нас очень талантливый народ, у нас очень хорошая база, о которой вы упомянули. Вы сказали, что вы любите российскую культуру. Это же тоже огромная база для внутреннего развития. Вот сейчас только что упомянули о достижениях российской науки во многих областях. Нам нужно это поддержать и создать условия для того, чтобы люди свободно развивались, чувствовали себя в состоянии реализовать свой потенциал. Уверен, просто абсолютно убежден в том, что это скажется на поступательном развитии и науки, и наукоемких технологий, и всей экономики страны. Недавно в Верховном Суде Америки были обсуждения прав гомосексуалистов, в том числе конституционного права на гей-свадьбы. Как вы думаете, это хорошая идея признать вступление в однополый брак конституционным правом? Вы знаете, это неоднородная группа людей. Некоторые представители нетрадиционной сексуальной ориентации, например, выступают против усыновления такими парами детей. Сами против. Что? они менее демократичны, чем другие представители вот этого сообщества, гей-сообщества? Наверное, нет. Просто у людей такой взгляд на вещи. Вот проблема сексуальных меньшинств в России, она нарочито и звне по политическим соображениям раздута. Никакой проблемы у нас нет. Вот хорошо известно, что в Соединенных Штатах... разъясните, как это? Сейчас разъясню. Вот хорошо известно, что в Соединенных Штатах, в четырех штатах США, гомосексуализм считается уголовным преступлением. Хорошо это или неплохо, мы знаем сейчас решение Конституционного суда, но эта проблема еще полностью не изжита, она не вытравлена из законодательства Соединенных Штатов окончательно. У нас этого нет. У нас после Советского... Вы это осуждаете? Да, я это осуждаю. Я считаю, что никакого уголовного преследования и любого другого преследования, ущемления в правах людей по национальному принципу, по этническому принципу, по сексуальной ориентации быть не может в современной мире. Это абсолютно должно быть исключено. У нас этого и нет. У нас была, если память не изменяет, в уголовном кодексе еще РСФСР 120-я статья, которая преследовала за гомосексуализм. Мы все это отменили. Никаких преследований в помине нет. У нас люди нетрадиционной ориентации спокойно живут, работают, продвигаются по службе, получают государственные награды за свои достижения в науке, искусстве, либо в каких-то других областях. Ордена им вручают, я вручаю лично. Вопрос о чем шел? Вопрос шел о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. И я ничего недемократичного в этом правовом акте не вижу. Я исхожу лично из того, что детей надо оставить в покое. Надо дать им возможность вырасти, осознать себя и решить самим. Кто этот человек? Кем он себя считает? Мужчиной или женщиной? Хочет он жить нормальным естественным браком? Либо нетрадиционным? Вот и все. Я никакого ущемления людей нетрадиционной ориентации сексуальной здесь просто не наблюдаю. Я считаю, что это просто целенаправленно раздуто с целью сделать для какой-то группы людей из России создать образ врага. По политическим соображениям, как одна из линий атак против России. Откуда эти нападки? Со стороны тех, кто это делает. Посмотрите, кто это делает. То есть, согласно вашей точки зрения, в России права гомосексуалистов и однополые браки признаются в той же степени, как и в США? Такова ваша позиция? Мы не только признаем, мы это обеспечиваем. В России обеспечены равные права для всех, в том числе и для людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Следующий вопрос про ситуацию на Украине. Мы уже обсуждали эту тему ранее. Многие считают, что в результате произошедших событий на Украине в Крыму США и Запад ввели санкции, нанесшие урон России. При этом высказывается мнение, что стремление Москвы быть силой добра в Сирии и мире может неким образом отвлечь внимание от проблемы украинского кризиса. Чтобы отвлечь внимание от украинской проблемы, наши действия в Сирии направлены на то, чтобы ответить внимание от украинского. Нет, это не так. Украина отдельная большая проблема, в том числе для нас, сейчас скажу почему. А Сирия это другая проблема, я вам уже сказал. Мы не хотим дезинтеграции, не хотим заполнения террористами, не хотим возвращения тех людей, которые там сейчас воюют на сцене террористов в Россию. Вот там целый комплекс проблем. Что касается Украины, это особая ситуация. Украина самая близкая к нам страна. Мы все время говорили, что Украина братская страна, так и есть. Значит, это не просто славянский народ, это самый близкий к русскому народу. Язык очень похож, культура, общая история, общая религия страна. И так далее, и так далее. Что я считаю абсолютно неприемлемым для нас решение вопросов, в том числе спорных вопросов, внутриполитических вопросов, в республиках бывшего Советского Союза с помощью так называемых цветных революций, с помощью переворотов и неконституционным способом смещения власти действующей. Вот это абсолютно неприемлемо. Вот наши партнеры в Соединенных Штатах не скрывают, что поддерживали тех, кто выступал против президента Януковича. Прямо говорят, некоторые прямо сказали, что чуть ли несколько миллиардов выступали. Вы считаете, что Соединенные Штаты связаны со свержением Виктора Януковича, когда он был вынужден сбежать в Россию? Я знаю об этом точно. Откуда вам это известно? Очень просто, потому что люди, которые живут на Украине, у нас с ними тысяча совместных всяких контактов и тысячи связей. И мы знаем, кто, где, когда встречался, работал с теми людьми, которые свергали Януковича, как их поддерживали, сколько платили, как готовили, на каких территориях, в каких странах, и кто были эти инструкторы. Мы все знаем. Да, собственно говоря, наши партнеры, американские, этого уже не скрывают. Они прямо говорят, что да, мы поддерживали, готовили, денег истратили, сколько-то называют, там большие цифры, на 5 миллиардов, там счет на миллиарды идет долларов. Поэтому здесь секрета-то нет. Никто с этим уже не спорит. Вы уважаете суверенитет Украины? Конечно. Но мы хотели бы, чтобы и другие страны уважали суверенитет других стран, в том числе и Украины. А уважать суверенитет, это значит не допускать государственных переворотов, антиконституционных действий и незаконного смещения легитимных властей. Вот этого абсолютно нельзя допускать. Нигде. Нигде. Каким образом происходит смещение легитимной власти? И какая роль России в обновлении власти на Украине? Россия никогда не принимает и не собирается принимать участие в действиях, направленных на свержение легитимной власти. Я сейчас говорю о другом, о том, что если кто-то делает это, то результат очень тяжелый. В Ливии это полная дезинтеграция государства, в Ираке это заполнение этой территории террористами, в Сирии к этому уже похоже идет, в Афганистане ситуация вы знаете какая. Что на Украине произошло? Государственный переворот на Украине привел к гражданской войне. Потому что, да, допустим, многие граждане Украины не доверяли уже президенту Януковичу, но надо было легитимно идти на выборы и избрать другого главу государства, а не устраивать госперевороты. А после того, как госпереворот состоялся, кто-то это поддержал, кому-то это понравилось, а кому-то нет. И с теми, кому это не понравилось, начали разговаривать с позицией силы. Результат гражданская война. А что вы готовы сделать в отношении Украины? Сейчас скажу. Если вопрос ваш заключается в этом, то я считаю, что и Россия, и другие участники международного сообщества, в том числе те, которые принимают более деятельное участие в разрешении украинского кризиса, имея ввиду Федеративную республику Германию и Францию, так называемую Нормандскую четверку, разумеется, при активном участии Соединенных Штатов, у нас сейчас по этому направлению интенсифицировался диалог, все мы должны стремиться к полному и безусловному исполнению тех договоренностей, которые достигнуты были в Минске. Надо исполнять Минские договоренности. Вчера Джон Керри говорил об этом после переговоров с министром иностранных дел Великобритании. После Сирии он упомянул Украину и подчеркнул необходимость полного выполнения Минских договоренностей. Значит, вы и Джон Керри согласны с тем, что нужно выполнять Минские соглашения? Полностью. Полностью. А теперь вы наберетесь терпения, выслушаете меня и не будете мне прерывать две минуты. Но я вас прошу, чтобы вы дали это то, что я скажу, без купюр. Сможете это сделать? У вас хватит власти, чтобы дать это без купюр? Да. Исполнение Минских соглашений означает, там несколько пунктов, я скажу о главном. Главное, что нужно сделать для того, чтобы ситуация на Украине изменилась кардинальным образом, провести политические преобразования. Первое, нужно принять изменения в Конституцию. Так записано в Минских соглашениях. И теперь самое главное, в Минских соглашениях написано, это должно быть сделано по согласованию с Донецком и Луганском. Это принципиальный вопрос. На Украине сейчас принимаются изменения в Конституцию, в первом чтении прошло, но никакого согласования с Донецком и Луганском не было. И нет. И никто даже не собирается с ними ничего согласовывать. Пункт один. Теперь пункт два. Нужно прямо в Минских соглашениях записано. Имплементировать закон, уже принятый на Украине закон, об особенностях местного самоуправления на этих территориях. Закон принят, но его введение отложено. Минские соглашения не выполнены. Третье. Нужно было принять закон об амнистии. принятый. Третье. 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 есть еще ряд пунктов. например, провести местные выборы. Написано, принять закон о местных выборах по согласованию с Донецком и Луганском. На Украине приняли закон о местных выборах. Представители Донецка и Луганска три раза направляли свои предложения по этому закону. С ними даже никто не стал разговаривать. Хотя в Минских соглашениях написано по согласованию с Донецком и Луганском. Поэтому я очень уважаю и даже люблю господина Керри. Он очень опытный дипломат. Очень опытный дипломат. Он мне рассказывал, что он еще против звездных войн выступал в свое время. И правильное дело. Вот если бы он принимал решение по пром, может быть, не было бы сейчас конфликта у нас по противоракетной обороне. здесь он явно передергивает. Если одна сторона, киевские сегодняшние власти, говорят, мы сделали то, мы сделали это, мы сделали это, мы выполнили Минские соглашения. Это не соответствует действительности. Потому что все это должно сделано быть по согласованию с Донецком и Луганском. Никакого согласования нет. А что касается имплементации принятого уже закона об особенностях местного самоуправления на этих соглашениях вообще написано в течение 30 суток. Ничего не сделано. Опять отложено вступление в силу этого закона. Поэтому мы выступаем за полное и безусловное исполнение Минских соглашений обеими сторонами. Но не так, как это интерпретируется одной из сторон, а так, как там записано. Вы действительно так считаете? Там нечего считать. Там написано на бумаге, надо только прочитать. Написано по согласованию с Донецком и Луганском. Читайте документы. А я вам говорю, согласования нет. Вот и все. Написано ввести закон об особом сатусе в течение 30 суток. И он не веден. Кто не выполняет Минские соглашения? Вы упомянули госсекретаря, считающего важным не только выполнение Минских соглашений, но и необходимый отказ сепаратистов от идеи проведения независимых выборов. Так сказал Кэрри вчера. Да, я знаю позицию наших американских друзей, и вот что хочу на это сказать. Я только что упомянул, вижу, что вынужден повторить. Что касается местных выборов, в Минских соглашениях написано принять закон о местных выборах по согласованию с Донецком и Луганском. Что произошло в действительности? Киевские власти приняли закон самостоятельно, не согласовывая его с Донецком и Луганском, несмотря на то, что те трижды направляли свой проект. Вообще никакого диалога. Сами приняли без консультации с ними. Более того, в законе, которой принят был Киевом, написано, что на этих территориях выборы вообще не проводятся. Как это понятно? По сути, они как бы сами спровоцировали представителей Донецка и Луганства к тому, чтобы те назначили собственные выборы. Вот и все. Так что мы готовы вместе с господином Керри все это обсуждать, только нужно тогда побудить обе стороны выполнять то, под чем они подписались, а не выдавать за благо то, что они делают по собственной инициативе. Я вас понимаю, хотел бы просто повторить, поскольку госсекретарь Керри подчеркнул момент относительно выборов. Да, я вас действительно понимаю. хитрит, госсекретарь Керри в данном случае, как дипломат, хитрит. Ну, это нормально, это относится к его работе, все дипломаты хитрят, и он тоже. Вы бы никогда так не поступили, правильно? Нет, я бы не стал так делать. Я не дипломат. Кто вы? Как вы себя воспринимаете? Человек. Гражданин Российской Федерации, русский. Вы также сказали, что самой ужасной трагедией прошлого века был распад Советского Союза. Однако некоторые люди смотрят на Украину и Грузию, думая, что вы хотите воссоздать не Советскую империю, а скорее сферу влияния, которую Россия, по вашему мнению, заслуживает из-за связей существовавших все эти годы. Почему вы улыбаетесь? Вы меня радуете. Вы все время, нас все время подозревают в каких-то амбициях и все время стараются либо что-то исказить, либо что-то недоговорить. Я действительно сказал, что считаю распад Советского Союза огромной трагедией 20 века. Знаете почему? Прежде всего потому, что в одночасье за границами Российской Федерации оказались 25 миллионов русских людей. вот они жили в рамках единого государства и всегда традиционно Советский Союз назывался Россия, Советская Россия. Но это и была большая Россия. Потом неожиданно состоялся развал Советского Союза за ночь по сути. Так? И оказалось, что в бывших республиках Советского Союза проживают люди, русские люди, в количестве 25 миллионов человек. Они жили во единой стране, вдруг оказались за границей. Представляете, сколько проблем возникло? Во-первых, бытовые вопросы, разъединение семей, экономические проблемы, социальные проблемы. Просто не перечислить все. А вы считаете это нормально, что 25 миллионов человек, русских людей, оказались вдруг за границей. Русские оказались самой большой разделенной нацией в мире сегодня. Это не проблема? Для вас нет, а для меня проблема. И как вы хотите решить эту проблему? А мы хотим в рамках современных цивилизованных процессов сохранить как минимум общее гуманитарное пространство. сделать так, не возникали государственные границы, чтобы люди могли свободно между собой общаться, чтобы развивалась совместная экономика. Используя те преимущества, которые нам достались от бывшего Советского Союза. Какие эти преимущества? Общая инфраструктура, единый железнодорожный транспорт, единая дорожная сеть, единая энергосистема. И наконец, вот здесь я не побоюсь этого слова сказать, великий русский язык, который объединяет все бывшие республики Советского Союза. И дает нам очевидные конкурентные преимущества при продвижении различных интеграционных проектов на территории постсоветского пространства. Вот вы наверное слышали, мы создали сначала таможенный союз, а затем его преобразовали в Евразийский экономический союз. Вот когда люди свободно общаются, свободно перемещаются, и рабочие силы, и товары, и услуги, и капиталы, нет государственных разделительных линий, когда у нас есть общие правила правового регулирования, скажем, в социальной сфере, то вот этого вполне достаточно. Люди должны чувствовать себя свободно. Но было ли вам необходимо использовать военную силу для того, чтобы выполнить эту цель? Нет, конечно. Многие говорят о военном присутствии России на границах Украины, и некоторые даже утверждают, что российские войска находятся на территории соседней страны. У вас есть военное присутствие в Европе. в Европе находится тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов. Не будем об этом забывать. Это что означает? Что вы оккупировали Германию или не отказались от оккупации Германии после Второй мировой войны, а только преобразовали оккупационные войска в войска НАТО? Можно ведь и так посмотреть. Мы же об этом не говорим. А если мы держим свои войска на нашей территории на границах с каким-то государством, вы считаете, что это уже преступление? Для того, чтобы осуществлять вот те процессы, о которых я сказал, естественной экономической гуманитарной социальной интеграции совсем не нужны никакие вооруженные силы. Мы создали таможенный союз и Евразийский экономический союз не с помощью силы, а с помощью поиска компромиссов. Это был непростой процесс, сложный, многолетний. С помощью договоренности и поиска компромисса на основе приемлемых для всех условий в расчете на то, что мы создадим для наших экономик, для наших людей более эффективные конкурентные преимущества на мировых рынках и вообще в мировом пространстве. Давайте перейдем к следующему вопросу. Прибалтийские государства и ваши намерения в отношении них? Мы бы хотели строить с ними дружественные партнерские отношения. Там проживает очень много русских людей после времен Советского Союза. Они там ущемляются, ущемляются их права. Вы знаете, что во многих прибалтийских государствах изобретено нечто новое в международном праве. В международном праве до сих пор было что? в гражданском с точки зрения гражданства гражданин, иностранец и человек без гражданства и бипатриды, то есть люди с двойным гражданством. В прибалтийских республиках изобрели нечто новое. Знаете, что называют не гражданами называют. людей, которые проживают десятилетиями на территории прибалтийских государств и лишены целого ряда политических прав. Они не могут принять участие в выборных кампаниях, они ограничены в своих правах политических и социальных. Все об этом помалкивают. Как будто так и надо. И, конечно, это не может не вызывать соответствующей реакции. Но я все-таки исхожу из того, что наши коллеги и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе все-таки будут исходить из современных принципов гуманитарного права и обеспечивать будут политические свободы и права всех людей, в том числе и тех людей, которые живут на территории прибалтийских государств после крушения Советского Союза. Но что касается экономических связей, у нас устойчивые, очень разветвленные контакты с этими странами. Знаете, но у меня все-таки некоторые вещи меня, как бы это помягче сказать, смущают. Вот мы все говорим об интеграционные смущают и огорчают. Вот мы все говорим о необходимости сближения позиций, о необходимости интеграции в области экономики, в политической сфере. Вот прибалтийские страны, я уже упоминал, допустим, о том, что у нас в Советском Союзе осталось общее энергоснабжение, энергосистема. Вот прибалтийские страны, они, естественно, входили в общую энергосистему Советского Союза. Теперь что делают? Все вроде говорят о сближении России, Евросоюза. Что на самом деле на практике происходит? Теперь из общей системы энергоснабжения бывшего Советского Союза планируется вычленить прибалтийские государства и включить их в европейскую систему. Для нас это что означает? Что мы должны просто на практике. На практике это значит, что между нашими некоторыми областями Российской Федерации появляются зоны, где у нас не будет линии электропередач. Потому что раньше шло по кольцу через прибалтийские страны. И теперь мы должны будем заново истратив миллиарды долларов, миллиарды долларов, заново строить эту систему. Так же, как и миллиарды долларов должны будут истратить наши европейские партнеры, чтобы включить прибалтийские страны в свое энергетическое кольцо. Зачем? Если мы действительно не на словах, а на деле стремимся к какой-то совместной работе и к интеграции, зачем это все делать? И так происходит по очень многим направлениям. Говорят одно, а делают на самом деле другое. Ну, я исхожу из того, что это все проблемы роста и в конечном итоге все-таки здравый смысл. Если не здесь, то по другим вещам будет торжествовать. А все мы заинтересованы в том, чтобы развиваться открыто, без всякого предубеждения. Прибалтийские страны, в том числе, может быть, в первую очередь, и для них это важнее, чем для самой России. Ну, вот, скажем, одна из этих стран Литва. Там еще в советское время, знаете, сколько населения было? 3 миллиона 400 тысяч человек. Небольшая страна, небольшая республика. 3.4 миллиона человек. А сейчас, вот я посмотрел справки последние, миллион 400. Где люди? Это представляет? Да, в этой стране больше половины граждан покинули страну. Вы представляете, если бы больше половины американцев выехали с территории Соединенных Штатов? Катастрофа. Это о чем говорит? О том, что связи, которые утрачены, прежде всего в экономике, они негативно сказываются на всех нас. Я сейчас хочу сказать и на России тоже. Поэтому глубоко убежден, мы должны уйти от фобии прошлого, смотреть в будущее и действуя на основе международного права, выстраивать добрососедские и равноправные отношения. И, конечно, нам необходимо снять санкции. Да, если кому-то нравится работать с помощью санкций, ну, пожалуйста, можно, но это вредно. Это, во-первых, противоречивает тому же самому международному праву, а во-вторых, ну, скажите, где вот эта политика применения санкций, она оказалась эффективной? Да нигде. Потому что в отношении такой России, этой страны, как Россия, вряд ли окажется. На фоне санкций и снижения цен на нефть, даже ваши друзья переживают за российскую экономику. Это серьезный вызов для вас? Это вызывающее беспокойство глобальной экономической реальности? Вы знаете, санкции, я сказал, это незаконные действия, разрушающие принципы международной мировой экономики, принципы ВТО и ООН. Значит, санкции могут вводиться только по решению и без ООН. А в одностороннем порядке это нарушение международного права. Бог с ним, сейчас оставим эту юридическую сторону дела. Они вредят, конечно, но они не являются главной причиной снижения темпов роста российской экономики или других проблем, связанных с инфляцией. Главная причина, конечно, для нас снижения цен на мировых рынках, на наши традиционные товары экспорта. Прежде всего на нефть, от нее и газ, там некоторые другие товары. Вот это главное. Но санкции, они, конечно, добавляют сюда свою часть негатива, влияют так или иначе, хотя такого капитального, принципиального значения на нашу экономику вряд ли имеют. Справится ли Россия с санкциями? Это само собой, это даже сомнений в этом нет, это вообще даже не обсуждается. Есть даже определенный плюс. Знаете, в чем заключается? Плюс заключается в том, что многие вещи, особенно это касается высокотехнологичных сфер, мы раньше предпочитали просто покупать, используя нефтедоллары. Сегодня, поскольку вот эти санкции введены, мы или уже не можем купить, либо опасаемся того, что нам что-то будет закрыто, и мы вынуждены были развернуть целые программы развития своей собственной высокотехнологичной экономики, промышленности, производства и научной сферы, и это на самом деле, то, что мы все равно должны были бы делать, но нам было это сложно, поскольку наши внутренние собственные национальные рынки были заполнены иностранной продукцией, и в рамках ВТО нам очень сложно было поддержать своего собственного производителя, а теперь, когда эти санкции введены, и наши партнеры добровольно ушли с нашего рынка, это дает нам шанс на развитие. Хотел бы задать вам еще пару вопросов. Вы были президентом, премьер-министром, опять президентом. Как долго вы хотите находиться у власти? И что бы вы хотели оставить после себя? Это первый вопрос. Как долго зависит от двух обстоятельств. первое, безусловно, есть правила, предусмотренные Конституцией, и они точно не будут нарушены с моей стороны. Но я не уверен, что я должен полностью воспользоваться этими конституционными правами. Это уже будет зависеть от конкретной ситуации в стране, в мире, ну и от моих собственных настроений. А какой бы вы хотели оставить после себя Россию? Россия должна быть эффективной, конкурентоспособной, с устойчивой экономикой, с развитой социальной и политической системой, гибкой к изменениям внутри страны и вокруг нее. И она должна играть главную роль в мире? Она должна быть конкурентоспособной, как я сказал, должна быть в состоянии защитить свои интересы и влиять на те процессы, которые представляют для нее значение. Многие говорят, что вы всемогущий человек, что вы можете получить все, что захотите. Так чего вы хотите? Скажите Америке и миру, чего хочет Владимир Путин? Я хочу, чтобы Россия была такой, какой я сейчас ее описал. Вот это самое главное мое желание. И чтобы люди здесь были счастливы. А наши партнеры во всем мире хотели и стремились развивать отношения с Россией. Спасибо. Большое спасибо. Было очень приятно.